всем привет меня зовут ольга вы на канале вязание я очень рада вас приветствовать на своем канале сегодня я хочу показать вам обработку края в данном случае обработка горловины будет показано вот на этом образце я буду показывать потому что на темной пряжи очень сложно показать значит эту обработку я использую для использовала для своего платья и и эта обработка имеет очень широкий спектр применения я очень постараюсь озвучить все варианты применения и вывязывания по ходу работы то есть какие варианты продолжения я все все постараюсь озвучить значит эта обработка она запечатывает наборный край то есть край у нас изделия он остается внутри так давайте покажу постараюсь вот то есть все остается внутри значит работать как я уже сказала буду на светлой пряжу пряжи и давайте приступать для работы нам понадобится самый обычный крючок размер его должен быть небольшим чтобы не деформировать петли также понадобится две пары спиц одинакового размера заготовка связан спицами номер 4 обрабатывать я буду спицами номер три с половиной горловина была набрана самым обычным образом и начинать я буду вот отсюда там где у меня начинался круговой ряд я прикрепила нить изнаночной стороны для того чтобы было удобно работать и с помощью крючка выбрав определенный ряд формирую первую петлю ввожу крючок подхватываю рабочую нить и вывожу петлю на лицевую сторону затем две пары спиц одновременно мы берем их ввожу ближнюю вернее в петлю ближнюю спицу дальнюю спицу я помещаю вот так за работу и накидываю на нее рабочую нить хорошо это все подтягивается дальнюю спицу можно немного сделать длиннее так удобнее будет накидывать петли затем ввожу крючок соседнюю петлю то есть двигаюсь каждую петлю здесь у нас нужно вводить крючок в каждую петлю накидываю на ближнюю спицу сформированную петлю на дальнюю вот так завожу рабочую нить и у меня также сформирована петля ввожу крючок достаю петлю накидываю на ближнюю спицу на дальнюю закидываю рабочую нить вот так у нас получается петли с лицевой стороны вот так с изнаночной таким образом я буду поднимать петли по всему кругу я подняла все петли край оказался между двух наборов эту нить и оставляю в покое сейчас нам нужно будет присоединить новую нить то есть каждый из наборов вывязывается по отдельности от разных клубков я беру вторую нить прикладываю ее и начинаю вязать ближний по ближней спицы значит и есть несколько вариантов как можно это сделать первый я сейчас провяжу лицевыми петлями лицевой то есть получается гладью на нужную высоту можно поступить иначе первый ряд провязать изнаночными петлями тем самым создать имитацию кетлевочного шва издушек изнаночных петель и дальше уже продолжить лицевой гладью это второй вариант третий вариант можно вязать резинкой один на один или два на два но перед этим необходимо проверить количество петель чтобы у вас было необходимое количество для вашего узора значит это три варианта для продолжения вязания я буду вязать лицевыми петлями ближнюю спицу на ближней спицы петли вот и давайте приступим и так я присоединила рабочую нить вот эту дальнюю спицу я вытягиваю и 2 тоже чтобы она мне не мешал и начинаю вязать нить можно присоединить можно не присоединять не прикреплять просто аккуратно вязать и она никуда не убежит все начинаю вязать следите чтобы петли не перекручивались то есть просто вяжем лицевыми петлями так я провяжу 4 ряда я провязала 4 ряда лицевыми петлями теперь я оставляю в покое ближние петли и приступаю к вывязыванию петель на дальние спицы не забываем что но здесь был последний накид ни в коем случае его нельзя потерять потому что нам необходимо одинаковое количество петель для того чтобы потом соединить все это вместе и так я приступаю к вязанию вязать я буду эти спицы кстати можно также подтянуть чтобы они нам не мешали вязать я буду изнаночными петлями также 4 ряда можно поместить маркер начала кругового ряда если вам это необходимо и так по кругу 4 ряда довязав до последнего накида который был сделан он достаточно растянутый мне необходимо его провязать изнаночной скрещены вот так и подтянуть и продолжаю вязание я провязала 4 изнаночных ряда и отрезала кончик и оставляем его покое теперь я буду вязать соединяя два полотна дальние и ближние соединяю вот таким образом две спицы и весь край который у нас был между спицами остается внутри воспользуюсь нитью от ближнего полотна и вяжу по 2 петли вместе с ближней спицы петлю здание провязываю лицевой и вот таким образом я буду провязывать все петли соединяю воедино два полотна край останется между двух полотен провяжу круговой ряд далее продолжим вместе я закончила соединять два полотна воедино вот так выглядит с лицевой стороны с изнаночной далее есть несколько вариантов продолжения я сейчас провяжу один ряд лицевыми петлями и затем его закрою с помощью иглы очень простым способом который имитирует наборный край есть второй вариант наиболее распространенные это продолжить вязание резинкой нужны для вас один на один или два на два единственное необходимо проверить количество петель для вашей резинки чтобы подходил раппорт значит вывезав резинку закрывайте ее также необходимым для вас образом можно продолжить вязание воротника гольф такой тоже вариант имеет место быть и так я вижу лицевой ряд а дальше продолжаем вместе я провязала один круговой ряд лицевыми петлями и отрезала нить равную двум окружностям закрываем его края значит небольшой лайфхак если у вас достаточно длинные нити вам неудобно работать что мы делаем мы складываем эту нить вдвое и затем вставляем в углу нить сложенную двое вот так то есть по сути у нас получается сейчас нить сложено в четверо и начинаем закрывать край по мере необходимости мы освобождаем кончик нити и так вот наше начало наше начало ряда я ввожу иглу отступив 2 петли вот так между петель ни в какую петлю я не ввожу просто между петель и подтягиваем нить не сильно так давайте эту спицу беру теперь самая первая у нас петля я спускаю ее со спицы и ввожу иглу в нить вот эту по нее затем подтягиваю как спицы подтягиваю и вот так противоположную сторону натягиваю далее ввожу опять от себя между петель затем первую петлю снимаю и под образовавшуюся петлю затаскиваю нить затем подтягиваю противоположную сторону еще один раз показываю затем петлю под нить и подтягиваю противоположную сторону можно вот так вниз подтягивать и так бы шить до конца прошью чуть больше покажу как получается вот так вот получается очень эластичный край он немного подкручивается но это скорее за того что у меня меринос так с изнанки я сейчас закрою весь край и вместе с вами закончу ряд осталась последняя петля я уберу спицу чтобы она мне уже не мешала и так вот здесь первая петля 2 я ввожу между них иглу затем подхватываю последнюю петлю и ввожу иглу под образовавшуюся петлю и подтягиваю все край замкнули нить на изнаночную сторону и спрятать вот сюда в полость при создании планок в изделиях если мы хотим также обработать сначала запечатать этот край и допустим он у вас получился слишком рыхлый и вам хочется его спрятать мы обрабатываем его кетлевкой но обратите внимание что поднимать петли дима не из каждой петли а создать определенный ритм для того чтобы планка у вас красиво лежала чаще всего используется ритм из 3-4 петли порядок выполнения абсолютно такой же поднимаем петли с каждой сторон с помощью накида на спицы и затем вывязываем поочередно каждую из сторон в одном из своих видео я показывала уже этот вариант обработки я обработала сначала платье именно таким образом но потом переделала в том варианте у меня был провязан первый изнаночный ряд затем я выполнила обработку с помощью вывязывания двух полотен и после продолжила резинкой и закрыла петли иглой я оставлю вам ссылку на это видео возможно вам будет интересно посмотреть как выглядит такой вариант обработки а у меня на этом все большое вам спасибо за просмотр всего вам самого доброго пока пока